Здоровичка вам зрители и подписчики канала NPC Games, с вами Дэм Архитект, я знаю что вы сейчас скажете. Ебать, NPC Games скатился, вы делаете гайды по флеш-играм. Ну а хуй поделаешь, надо же как-то разнообразить контент на канале. Кроме всего прочего, если кто-то не заметил от неебических размеров логотипа, грудь наша сегодняшняя называется Карантин, и находится она в ВКонтакте в Одноклассничках. Причем из той, из той соцсети идет один сервер, поэтому там творится просто адовый пиздец, но об этом понял. Касательно видео, оно несет смешанный обучающий развлекательный характер, начинается оно вот с такого вот замеса. Это эдакая моя битва против парамедика, которая вот-вот меня ушатает. Само же приложение представляет из себя не что иное, как смесь РПГшки и стратегии. РПГшка, потому что у вас один-единственный персонаж, и вы его одеваете, кормите, прокачиваете, лечите, и... Ну, короче, вы поняли. А это стратегия, потому что здесь у нас гексы, и в общем-то как классических 3-х, 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х, 11-х, 12-х, 13-х, 14-х, 15-х, 16-х героях, Мы тут ходим и месимся. Причем можно ходить и меситься сразу отрядами, то есть каждый командует своим чувачком, но в случае чего вы можете давать указания своим остальным тиммейтам, которые, естественно, их выполнять не будут, потому что они тупые, потому что в эту игру играют школьники, но об этом тоже позже. Сейчас мы видим мой невероятный боевой трофей, это фляга с водой, очень ценный ресурс в игре, восполняющий энергию. К слову, в игре у нас есть 4 основные статы, это пища, инфекция, здоровье и энергия. Энергия позволяет нам двигаться, здоровье позволяет нам не умирать от физических травм, инфекция, позволяет нам не умирать от заражения в случае нахождения на зараженной территории, а также в случае, если у нас заблюют зомби, которые здесь также присутствуют. И, соответственно, чем больше у нас пищи, тем медленнее мы будем умирать с голоду. Кстати, о зомби. В игре вообще есть 2 стороны, за которые вы можете сражаться, как ПВП, так и ПВЕ. Это у нас зомбари и человечки, причем, соответственно, ботов и людей также могут зомбари месить зомбари, а люди людей. Суть в том, что зомби заражают карту, как-то ее заселяют своими спорами, заселяют своими собратьями ботовскими, а люди, соответственно, все это дело чистят, сжигают, дома чинят, когда зомби их ломают, и, в общем-то, пытаются отбить обратно свою часть Москвы. Москва, кстати, выполнена довольно-таки отвратно, но я думаю, вы все-таки уже поняли, что за город именно у нас взят за основу для карты. Кстати, всем новичкам, и даже не особо новичкам, советуют изначально выполнить сюжетные квесты, а зачем им выполнять также все побочные квесты, поскольку за них дают... Ну, по крайней мере, спекулянтка дает нам напитки, которые дают столь драгоценную энергию, которая тратится и восстанавливается довольно-таки неохотно, без премиума, одна единичка за две минуты. Так вот, спекулянтка нам будет давать, значит, вот эти вот бутылочки с водичкой, у нас напитки восстанавливают энергию. Вот, в принципе, квесты на врачей тоже можно выполнять, они нам дают аптечки, которые восстанавливают здоровье, ну и прочие-прочие-прочие радости. В общем-то, по ходу дела разберетесь. Главное выполнять сюжетку, там будет показывать здоровенное зеленое стрелище. Для наглядности покажу еще раз эти кадры с погоней за этой сраной стрелкой. Ну и, естественно, по дефолту понятно, что у нас здесь, значит, куча оружия, куча костюмчиков, все параметры можно прокачивать, тут всякие улучшения, апгрейты для людей, фигмент для зомби, это тоже разберетесь. Это можно в течение часа даже, даже нескольких часов рассказывать, все не пересказать. Игра действительно большая и продуманная, хотя графика здесь, конечно, 80-й год, не позже. По части боевки, я думаю, стоит углубиться, поскольку это в будущем понадобится, с остальным уже сами разберетесь. У нас здесь есть несколько типов оружия. Это оружие ближнего боя, оружие огнестрельное, оружие химическое. К химическому оружию относятся опрыскиватели с ядовитыми химикатами, огнеметы. Вообще, в принципе, у нас здесь есть везде две альтернативы, то есть как в химическом оружии, так и в оружии ближнего боя, так и в огнестрельном оружии. У нас есть два направления развития. В принципе, вы можете развивать их параллельно, главное развивать соответствующие навыки в шкале умений. И стоит также упомянуть, конечно же, разнообразие брони. Броня у нас делится на четыре класса. Одна лучше защищает как раз от оружия ближнего боя, другая от химического, третья от огнестрела, четвертая вообще ни от чего не защищает, зато хорошо в ней лечится. И это также влияет на игровой процесс довольно-таки существенно. Ну, как пример, если вы побежите на ОМОНовца, скажем, с катаной, особого успеха вам это не принесет. Равно так же, как если вы будете пытаться убить, там, из огнемета человека в пожарном костюме. В общих чертах всё. В принципе, игра достойна внимания, можно в неё поиграть. Тут, конечно, весьма неадекватная публика попадается. Кстати, о публике. На загрузочном экране у нас висит такая весёлая предупреждалочка 21+. И, знаете, обнаруживая в игре школьников, причём реально даже школьников, даже дошкольников, то есть на данный момент самый молодой игрок у нас это 7-летний какой-то пацан, которому отец разрешил поиграть. То есть, ну, примерно представляете возрастной разброс в игре, и, соответственно, примерно представляете, кого здесь и сколько, и на кого есть больший шанс наткнуться. Виситин также заявляю, что система торговли в игре реализована отвратительно. Вы торгуетесь с людьми, вы обязаны с ними встречаться, но если у вас есть премиум, вы не обязаны встречаться. Ну, типичное вытягивание доната, ладно. Хер бы с ним, как говорилось. Самое главное то, что здесь у нас множество новичков, причём новички это не совсем адекватно и требуют, как называется, дохуя за нихуя. Ну, это вы тоже в скором времени заметите, как только начнете разбираться в ценностях игры. Опять же, перечислять всё находящееся в игре, все находящиеся в игре предметы, все возможности, это очень-очень долго. Если вас что-то заинтересовало, заходите, поиграйте. Как я уже говорил, разочарованы не будете. Вкратце на этом, пожалуй, всё. Для тех, кто забыл, вы смотрели маленький видеоролик на канале NPC Games, а с вами был ДМ Архитект, который всё это делай, снимал, монтировал, комментировал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вы ещё не лайкнули или не подписались. И, соответственно, отписывайтесь и ставьте дизлайк, если вы уже лайкнули и подписались. До новых встреч, дорогие друзья! Субтитры сделал DimaTorzok